Держи, она просто моя речь запишет, моя речь запишет, у меня просто 77 книг, а вот эти юридики, они 10 книг оттуда вырвали, у них нет, у них 66, ну сейчас же иеговеисты, протестанты, баптисты, и они постоянно дробятся, дробятся множество, вот, у нас есть один проповедник, миссионер православный, очень сильный, очень, вот, как раньше были пророки, такого Господа избрал, он тоже очень любит Бога, очень любит Библию, и он очень давно проповедует, ему сейчас будет, вот, летом 80 лет исполнится, такой строгий, подтянутый, все посты соблюдает, он говорит, я из старообрядческой семьи, родители старообрядцы очень верили, но только я, говорит, Бога не знала, тоже, представляете, когда, говорит, я, говорит, почитала Матерь Божью, даже думала, что, как бы, за Бога она вышла, но, говорит, был моряков, знал языки, и он очень талантливый много, вот, но потом, говорит, обратился в Евангелие, ну, по-моему, в баптисты, у кого-то им это Евангелие, но не важно, он, когда в тот раз Евангелие стал читать, он, говорит, понял, что эта книга не прощает, она божественная, и, говорит, я сразу замолилась, говорит, Господи, дай мне веру, вот, в то, что там написано, потому что, говорит, Евангелие у него здесь читает, но не все же веруют, есть люди настолько, вот, в злобе своей, сердце у них окаменело, оно как каменное, они не верят, они читают, смотришь, смотришь, как книгу решили, да, и не понимают, и не верят, и сжигают Евангелие, из которых на грех идут, если ты отрицаешь Евангелие, то, часть ты идешь против Бога, это же учение Божие, как у нас же, у нас же есть много учений, и сам Ленин, и многие же такие, вот, сам себе, я такой Божок, да, из себя Бог сделал, свои учения там написал, это, Ленин, Маркс, вот это, Капитал и прочее, это же они все выдумали, Лев Толстой был, у него тоже был свое Евангелие, у него были тоже свои ученики, Толстой назывались, но он еретик, то есть он пошел против Бога, он, как бы, возомнил себя, ну, я напишу свое Евангелие, ну, никак его нельзя, это только Духом Святым, апостолы, писали их ученики, вот, и таких у нас еретик, там, и они писали, дробятся, дробятся, они вне церкви, что хочу сказать, церковь откуда, когда Господь был, Он основал эту церковь, как Бог, это в Евангелии мы читаем, в День Пятидесятницы, и когда Он основал свою церковь, и вот эти апостолы, 12 которых Он избрал, они рукополагали епископов, это написано в Деяниях, но здесь чистой Евангелии нет, здесь, потому что Евангелие четыре, одна книга, но он и четыре Евангелиста, а если взять Новый Завет, который входит в Библию, она же 77 книг, вот эта Евангелия одна из 77, да, Новый Завет, там есть Деяния апостолов, то есть, что они делали, когда они жили, после, значит, Иисусом Христом, когда они ходили на пропасть, он их призвал, да, обратились, потом, когда, после распятия, как они жили, что делали, как они проповедовали, как, значит, вот эта церковь была основана, и оттуда, с первых веков, после распятия, вот они организовали, создали эту церковь, в которой глава стал Иисус Христос, ну, как бы основание церкви, глава, сам Бог Иисус Христос, Он, как Бог, Он был всегда, Он вечный, а по телу Он, вот, был рожден, ну, по-плотью, человеческой, Он подобился нам, почему, потому что Бог Отец, вот, еще сейчас вам представим, как, Святая Троица, это, есть Бог, Бог Отец, первое лицо, второе лицо, Иисус Христос, наш Господь, и третье лицо, Дух Святой, то есть, как бы, три Бога, но мы не говорим, что три Бога, мы говорим, что один Бог, но три лица, то есть, как личность, три личности, личность одна, сущность одна, но у Иисуса Христа две природы, у Бога Отец нет природы, скажем, да, две, у него, вот, скажем, личность, вот, вы личность, я личность, да, она личность, также и Троица, Бог личность, Бог этот Христос личность, Бог Дух Святой личность, но когда говорим о природе, мы говорим только две природы, именно у Иисуса Христа, то есть, второе лицо Троицы, потому что Он, как Бог, был всегда, а как человек, Он был рожден в таком-то году, в какое-то время, да, потом умер тоже в таком-то году, в таком-то году, в таком-то время, как у человека. То есть как человек, он был рожден от Девы Марии, Богородцы Марии, слушали, вот и полный пишет, да, она, как его матерь, она ему матерь по плоти, то есть как женщина, как у нас женщина рождает, да, но только она родилась, тоже по пророчеству, потому что она была праведная, она Богу любила, она своим родителям Богу была посвящена, они родителям долго не могли родить, они дали век и как бы Богу обещали, Господи, если будет ребенок, посвятим его Богу. И она была Богом избранной, все это было предсказано пророками, а вот, но предсказано было, как рождение будет, что Иисус Христос родится без семени. Мы как же, мы с женой, когда почитываются, да, через семя, человечек получается, да, и так род у нас плодится, через семя, то есть через грех, как бы скажем, да, а там без семени, то есть нашел Дух Святой, и Духом Святым чудесным образом она как бы вот беременна, и она родила так, что чудесным образом. Наша церковь говорит, что она была до Рождества Дева, в Рождестве Дева и после Рождества Дева, то есть свое детство, детство, целомудрие она сохранила. Но многие, значит, так против этого идут и говорят, что нет, что якобы она там или через семя родила, или как-то наоборот, но это все ей. Мы об этом сейчас не говорим, а то, что мы ее почитаем уже в Матери Богородице, почему? Ну, все-таки Иисус Христос по плоти от нее рожден, поэтому мы почитаем ее, потому что она тоже была, все-таки, Господь не грешника же избрал, чтобы из него, там, Иисус Христос родился. Он, опять-таки, все-таки правильные дела от правильных родителей. Это сейчас я говорю о Святой Троице. Я в мысле вернусь, Бог отец, когда Адам согрешил, когда смерть вошла, люди грешили, грешили, но Господь-то, Он сам любовь, Он с себя отречиться не может. То есть, Он сказал и будет, да, и Он определил Ад, и Ад был, конечно, не, скажем, для сатаны Ад, но для человека рай, и чтобы, Господь любит, Он хочет, чтобы человек не попал в рай, в этот ад, а попадал в рай, и Он его заповеди делает. Ну, и чтобы в самом деле было как? Чтобы человек исполняет заповеди, только исполняет заповеди, он может очищаться от греха, и только тогда он может войти в рай. Но опять, в замысле Божьем было как? Сам по себе человек этого не может. Нужно было, как бы, какую-то жертву принести. И поэтому в его промысле замысле было, что вот Иисус Христов будет родиться, Он будет расти, и на кресте вот себя, Он как праздник, Он как бы в жертву себя приносит за нас, за наши грехи всего рода. Вот когда люди рождали, сколько бы они ни рождали, сколько бы они ни умирали, то есть, сколько их будет потом или сколько было, мы же все рождаем из всех грехов, потому что первородный грех, он переходит в каждого человека, он только прощается через крещение. Вот если вы не приняли крещение, на вас первородный грех, то есть от вас независимый, вы его принимаете в Рождестве от родителей своих, но потом вы добавляете в него же свои добровольные грехи, понимаете, на вас первородный грех плюс ваши личные грехи. А когда человек принимает истинное крещение православное, он омывается от грехов, все грехи ему Господь прощает, на нем нет греха, он как будто самого рожденного. Господь ему дает дар за ухо Святого Духа, и он вот может войти в Царстве Небесное, только в этом случае. Но опять, если он уверует, что Иисус Христос не Бог, и примет Его своим Спасителем, как я уже говорю, я верю, что Иисус Христос не Бог, что Он мой Спаситель, что Он мои грехи омыл в своей крови. Принет сия в жертву Богу Отцу, и Бог за это прощает нас, Его в жертву, и Он прощает. Вот только так, потому что в Замесле Божьем только так, что должна была принять жертва. Когда мы Библию читаем, то в Ветхом Завете эту жертву приносили в действие народа, ну как, вы можете слышать, заколаясь тельса, выбирали овечку. Мы сейчас, Он говорит, когда Господь придет, и будет разделение, ну скажем, на хороших и добрых, и злых, то есть козлов, для которых грешники по левую сторону поставят, а овеки, которые правильники делали добро, по праву. То есть мы даже сейчас говорим, что овцы кто? Ну как бы овцы, да? А Господь наш пастырь. Ну и по Ивановичу читать, там такой, если вы слышите, пастырь, да, там, это Господь себя называет пастырем, он пастырь добрый, вот. А мы как бы овцы его. Ну вот это все, если читать узнаете, но вам, вот что хорошо, у вас сейчас есть шанс, время еще, пока вы живы, вам Господь дает время на покаяние. Ну чтобы появилось покаяние, то есть это осознание своих грехов. Вот сейчас вы подумайте, начните читать и поразмыслить, и увидите, если вы приняете, что вот эта Евангелие, да, действительно она от Бога, она Духом Святым, она не простая, человек им не могло, никак было написано. Вот. Вы в это уверите, и молитесь, Господь, помоги, чтобы я уверовала, я хочу верить, я хочу принять крещение. И вы должны пойти уже потом в храм, но я вам, конечно, советую лучше. Сейчас храмов очень много, и у нас много есть нарушений, очень, к сожалению. Ну вот так получилось, там историю я сейчас много не буду рассказывать. Там нарушения в чем? У нас взято в основном от католиков, люди приходят, младенцы или взрослые, неважно в любом возрасте, да, их мочит голову. Помочил голову и пошел, да? А они неправильно делают по канонам, как в церкви раньше написано, как и раньше делают, как, значит, на Афоне сейчас делают. Нужна купель какая-то, или, скажем, ну, сейчас у нас в Новом городе, Андрея, Первозома, есть храм, там есть у них подземный храм, и у них такая большая, это, купель. Они заливают ее водой, и человек должны крестить там, то есть он заходит и должен на нее полностью погружать, священник. То есть образ чего? Когда человек погружается в воду трижды, значит, как бы он умирает грехом, обранно говоря, да? Вот, ты должен погрузиться, ты как бы умираешь, почему? Потому что Иисус Христос, Он умирал стоя на кресте, как бы вздыхая, и поэтому человек как бы три раза должен войнаться, а? Потому что у нас святая Трояда, да? Первый раз погрузил тебя в священник, войнаться, а? Ты выныриваешь из воды, как бы воскресаешь в этой жизни, да? Второй раз во имя Сейна, второй раз окунул, как бы ты умер греху, и опять как бы воскресаешь, да? И третий раз во имя Святого Духа. Вот три раза. Кстати, юртики и многие там ваптистские танцы, они делают погружение в воду, но они делают неправильно, они делают положение в огромном, то есть вот так. На спину падают, делают это один раз, раз, на спину упал, но это неправильно, незаконно, это вне церкви они делают неправильно, у них нету ведения, Господь отнимает, у них вот этот светлый разум, и они не понимают, почему? Потому что они вне церкви. Хотя Господь призывает каждого, Он тоже им дает благодать призывающих, они когда читают Евангелие, они принимают всем сердцем, они смотрят, они видят, они понимают, да, Иисус Христос есть Бог, они это принимают. И как бы они ходят, они вот, человек, когда он уверовал, он хочет всем рассказать, я верю, он понимает, что он, если будет веровать, Господь его спасет, а тот, кто не верит, он же не спасется. И поэтому они ходят, вот почему сектант ходит по домам подвое, потому что Господь посылал апостола подвое, и дети проповедуйте, на Благовесие Господь посылал, они это читают, они оттуда взяли, поэтому сектанты редки, они многие ходят подвое и благорестуют, это неправильно делают, потому что это взять из Евангелия, так как Господь посылал на проповедь, мы православные должны это делать, но православные это не делают, здесь немножко упущение. У них получается, как проповедный миссионер, он говорит, что ходить нужно благорестовать, проповедовать, но только если, вот мы в православии, да, Господь нас послал, мы это делаем. И у них есть благодать призывающая, освящающая, потому что как бы благодать в три вида, призывающая, освящающая, ой, призывающая, обращающая и освящающая. У сектантов и юрсиков у них два вида благодати. То есть, когда они сами уверуют, как бы Господь их призвал, они уверуют, и когда они начинают звать других, через них другие люди обращаются, это тоже призывающая благодать. Но у них нет освящающих, потому что у них нету, когда Господь его познавал в церковь, он, значит, поставил апостолов, апостолы, передавая через рукоположение, ну, время дошло, люди, кто-то рождался, кто-то умирал, и это нужно было передавать. До нас оно дошло, и в православии сохранилось вот это священство. У нас рукоположение – это священники, потому что церковь должна быть иерархия. У нас патриарх, епископы, священники – это все устроение Божие. Оно должно такое быть. У сектантов есть, но у них это как там пасторы, свои какие-то учителя, то есть у них тоже какие-то названия есть, они, часть они берут Евангелие, часть что-то выдумывают, например, пастор, нет такого пастора, нету, там есть пастырь. У них там много ерес, они уклоняются в ерес, потому что, ну, нет у них вот это, не в церкви, они вне церкви, скажем, почему вот этот Ной, Ной в ковчег, это образ церкви. Ной, когда спасся, он спасся в ковчеге, все, кто вне ковчега, они погибли. И мы, церковь, наш православный образ тоже этого ковчега. Кто в этой православии, кто в этой церкви, тот шанс есть спастись. Если ты вне церкви, вне православия, по какой-то секции любой, да, ушел ты из церкви, себе не нравится там священие, не нравится, не хочешь посетить, еще что-то там, да, или сектантов послушал, ну, и к ним ушел. Не хочу я в православии, да, но ушел, значит, ты ушел из церкви, ушел из этого строения, так, как заповедовал Бог, как он усыновил. Мы же должны исполнять, так нам Господь говорит, а не так, как мы сами думаем. То есть здесь мы должны исполнять прямую волю Божью, когда Господь говорит. Чувствовать надо его. Чувствовать Бога, да, ну, вы почувствуете. Вот когда вы будете сейчас, вот вы, может, когда-то молитесь в жизни, не может быть, чтобы вы не молились. Любой человек, как-то, что-то, 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 что-то внезапное, нам плохо, нам тяжело, но она душа сама болится, а почему? Потому что уже душа-то, она чувствует, что она вечная. Мы смотрим на природу, Господь почему так мир устроил, интересно, и звезды, и луну, и солнце, и птички поют, и звери. Сколько много прекрасного в мире всего, да, есть интересно, а меня всегда поражает грязь снег. Как это не чудо? Смотришь, вся грязь, скажем, земля, столько иногда, да, и мусор, и чипов нет. Но Господь все одинаково, все закрыл, все покрыл, и как он сверкает, блестит душ. Насколько он белый? Как это все? Вот все это Господь премудро устроил, все дал нам во благо. Он как бы дает нам пищу, дает нам солнце, ветер. Вот все это Господь устраивает. Только мы сами все вот своими грехами, все это превратили, как говорится, что природа просит нас же и басует по нашим грехам. И, наверное, говорили, и собака, то, глядите, и раз, и укусит. Говорят, они как бесноватые иногда бывают, что бесы говорят по Евангелии, там будете читать в притче, и там в притче есть, и есть прямо-прямо, что Господь, когда он ходил, он жил до 33 года, да? 33 его расцвели, но он на пропись вышел в 30 лет, до этого он постился. Но какой раньше пост был? Пост это 40 дней, когда он вообще ничего не вкушал, не пил, не ел. Это вот истинный пост был. Мы сейчас так не можем, мы слабые, но мы, как у нас пост какой, мы исключаем мясную, молочную, яички, рыбу иногда. Сейчас вот рыбу можно только в субботу и в воскресенье, например, да? А в трогий пост рыбу там два раза можно. То есть мы все-таки какую-то пищу нескорованную, да, вкушаем. Но сектанты, они многие, они вообще пост. Хотя они из-за Евангелия, они вроде признают его, а сами идут против поста, они не поститься не хотят, крест они не накладывают, креститься не хотят. А мы, смотрите, как мы когда крестимся, да, ну кто-то двумя, кто-то, во имя Царь и Сына, и Святаго Духа, аминь. Это у нас вот традиция, но, может, в Библии это нету, но апостолы были, у них было еще как бы предание, и предание, и наша Красная Церковь, она тоже принимает. Почему? Ну, например, вы вспомните, когда жили родители, они вам что-то рассказывали про своих дедушек, бабушка, про бабушек. Это называется предание, то есть они вам передавали устно что-то. Вот бабушка там кто-то любила, там кто-то ходил, что-то делала, это называется предание, да. Но там же, когда были апостолы, часть они записали, их ученики, ну, если, говорит, все, конечно, они смогли записать, все чудеса, если, говорит, все чудеса записывать, которые Господь творил, не хотел бы книг. То есть они немножко там, скажем, что-то записали, остальное они на словах. И на словах, это называется предание, оно из уст усталости, да, оно сохранилось, мы его тоже признаем. То есть вот это крестное знамение, это как бы по преданию, но оно спасает нас от бесов. Они ведь сильно, когда нападают, или вот сам вы видите, страх на вас находит, они пугают и всякое новое, да, то он защищается от них, от зла, или кто бы это, вот, например, бывает такая, сколько случаев было, аварии, что-то. Вот человек может крест, и он раз, как бы косметил спасает, потому что у него в моменте вера, и крестное знамение он накладывает, да, и это помогает. А вот, а вы подумайте, когда вы, значит, будете читать, вы уверены, вам нужно пойти обязательно, я вам советую, сейчас где живете, ну, на верхней, да, вот, вам здесь нету, они, скорее, вас не будут, ну, они считают это крещением, ну, это и ложное крещение, это отман, скажем так, ну, иголу помочил, ну, как ты помочил, стоишь одетой, а в канонах записано соборами, тем же святыми, канонизированными святыми, которые церковь-то канонизировала, собор, это там было их и 400, и разное количество людей, то есть там себе митрополиты и епископы собираются, они это записали, закунили, как бы приняли, да, всем соборам было, и мы их сочетаем, мы их признаем, вот, мы их нарушать не должны, но в храмах нарушается, там много есть нарушений, сейчас вот какая проповедник, он говорит, 413, там правило 700 чем-то, 413 нарушается. В храмы, когда придете, у нас там тоже много, ну, неправильно крестится, неправильно, там, скажем, поклоны делать, и разговаривать, и ходить, это не должно быть.